Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, жители и гости нашей прекрасной Горочаевой Черкесии! Сегодня суббота, 8 утра, и мы с вами встречаемся накануне главного праздника нашей страны. День России мы завтра будем отмечать все вместе. И сегодня каждому из вас, маленькому и большому, молодому и не очень, каждому дому, каждой семье, я желаю здоровья, счастья, благополучия и только хороших новостей каждый день, каждый час, каждую минуту. Ну, а говорить мы сегодня будем о главном богатстве нашей страны, о наших детях. Гость студии сегодня человек неординарный, очень современный, интересный и, как сегодня принято говорить, продвинутый пользователь интернета. Его очень хорошо знает наша молодежная аудитория. Он тесно сотрудничает с нашими известными музыкантами, исполнителями, с всевозможными предприятелями и учреждениями, которым нужна какая-либо презентация. В общем, доброе утро. Сегодня я начинаю с Павлом Денисовым. Доброе утро, Паша! Здравствуйте, Галина! Доброе утро, зрители! Я всех поздравляю с наступающим праздником, желаю провести его весело в кругу семьи и близких друзей. Спасибо большое, Паша. Ну, честно говоря, я даже не знаю, как тебя сегодня представить нашим зрителям. Ведь с недавних пор ты работаешь на таком предприятии, которое имеет, наверное, далеко не последнее значение для всех нас. Ну, представься, вот как бы ты сегодня хотел себя позиционировать для наших зрителей? Сейчас я работаю специалистом по связи с общественностью компании «Русгидро» филиалю Карачао-Черкесской Республики. У компании обширная социальная программа для поддержки разных направлений деятельности в регионе. Образование, медицины, развитие инфраструктуры. Ну, и также реализуется ряд экологических программ. А в том числе реализуется несколько экологических проектов или экологических программ. Одна из экологических программ – это большой фестиваль, который проводился в регионе с 2015 года «Вместе ярче». Вы или дети ваши обязательно приходили домой в майках, где нарисовано несколько лампочек. У вас в социальных сетях сплавали фотографии с флажками, с майками. Это фестиваль о разумном потреблении электроэнергии, о его бережном использовании электроэнергии. Но сейчас, в этом году, фестиваль уже, по-моему, в прошлом году не проводился, но в этом году мы решили, что подытожить все эти знания и провести его в форме телемарафона, который мы вместе будем делать с телеканалом «Россия-1». Кстати, вкусный у вас чай тут. Кстати, чай! Поговорим о энергозабережении, да. Мы кипятили его специально для тебя, причем два раза. Что мы сделали не так? Ну, можно было водички, надо энергии пользоваться с умом. Вот смотрите, что такое энергозабережение? Вы на все ваши мамы главные энергосберегатели. У вас тоже. Вы сама мама, да? Я мама очень взрослых детей, но… Но они не выключают за собой свет, да? Они не выключают, на работе не выключают. И я, как злая теща, хожу по кабинетам и за всеми выключаю нашу… Очень берегу энергию нашу. Вот. У всех мамы они такие, они главные энергосберегатели. Ну, возможно, что вот вы экономите свет, а у вас дома есть такие лампочки старого образца? Такого, наверное, уже нет. Уже нет. Значит, вы все-таки правильные. Я эту лампочку специально сегодня выкрутил у себя в подвале. Здесь, это не с магазин лампочкой, здесь вот есть это, пыль на ребрах. Это лампочка, которая, 100-ваттная лампочка, которая нещадно уничтожала электроэнергию, превращала ее в тепло. Что такое энергосбережение? Быстро расскажу и перейдем дальше к проекту, о котором мы говорим. Утром мамы нас всегда ругают, что выключают свет и готовят вам чай. А вот сколько, как они готовят чай? Полный чайник. Наливают в полный чайник. Ставят его или на газ, или включают электрический чайник. А нужна всего одна чашечка, да? И вот, казалось бы, простой пример, но который может ярко рассказать про это энергосбережение. Просто если в чайнике оставить воды ровно сколько нужно на чашку, разогреть чашку с водой в микроволновке, то энергии будет использована гораздо меньше. Из таких простых примеров, которые должны войти в нашу жизнь, собственно и происходит энергосбережение. Про энергосбережение рассказали, про фестиваль рассказали вместе ярче. Теперь что мы будем все-таки делать вместе с редакцией телеканала? Долгое время я работал в карачао-черкесской компании, которая занимается молоком. Без рекламы говорю. И у них был детский проект. Так оно мне все понравилось. Я вошел в детскую тематику, какие-то вещи для семьи перенял, какие-то вещи для будущего. И у меня появилась старая мечта, которая как проклюнулась через землю. Это детское телевидение, детскую программу. Мой любимый вообще ведущий на все времена это Сергей Супонев. Как он разговаривал с детьми, как я хотел оказаться или на зове джунглей, на звездном часе. Просто если вот вам 30 и чуть больше лет, вы точно мечтали оказаться среди школьников и получить вот это удовольствие от общения с этим ведущим студии. Подарить ему подарок, послушать, как он вас подковырнет. Вот это мечта. И сейчас есть возможность реализовать такой телемарафон в форме детской викторины. Она с одной стороны будет образовательная, с другой стороны в ней будет какая-то экологическая часть заложена, связанная с разумным энергопотреблением. И главное, чтобы дети и взрослые смотрели, она должна быть яркой и какой интересной. И смешной она должна быть, потому что... У тебя же есть какая-то рабочая версия или, например, как это может быть? Давай покажем сейчас телезрителям. Объясню, как она появилась. У нас была презентация вот такой вот книги в детской библиотеке. Это Росгидро тоже выпускает книги. И на эту презентацию я взял камеру, поставил двух ребят в кадр, чтобы проверить. Это как в телевидении называется пилотный выпуск, да, и в интернете. Проверить, получится или нет. Получилось отлично. Мы этот материал взяли, вместе с редакцией переработали. И у нас появился рабочий проект, который называется «Просвет». То есть наша программа, которую я сегодня тут презентую, которая выходит в поддержке руководства Росгидро, руководства телеканала. Это наш совместный проект в рамках благотворительной экологической деятельности, который называется «Просвет», в которой мы будем общаться с детьми, задавать им вопросы, веселиться и дарить хорошие энергоэффективные подарки. Есть пилотная версия, которую сейчас можно посмотреть. Давай посмотрим. Альбом какой легендарной рок-группы носит название «Начальник Камчатки»? Если знаете, нажимайте на кнопку. Рок не ваша тема, да? Нет, вообще. Варианты ответов. Сплин, кино, ногу свело, машина времени. Расим? Ногу свело. Ногу свело, неправильный ответ. Нет, Катя. Сплин? Сплин. Неправильный ответ. А какие еще были? Это машина времени и кино. Первый Расим. Эээ, машина времени или кино? Эээ, кино. Правильный ответ. Группа кино. Это сладкое злого Камчатка. Слушайте рок, ребята. Или вы по рэпу, да? Про рэперов давайте. Какой известный российский рэпер начал свою карьеру в Якутии, ну и в городе Якутске? Скриптонит Фейс Элван. Катя. Скриптонит. Да. Нажимаю, у тебя еще есть вариант. Это неправильный ответ. Элван. Самая восточная точка Транссибирской магистрали является город... Это по книге. Благодаря этой магистрали вообще живет регион. Варианты ответов. Хабаровск, Владивосток, Якутск. Это Хабаровск. Катя, нажимай. Владивосток. 2-1. Катя вырвала победу. От Черкеска до Якутска он выше находится 5 дней, а от Москвы до Владивостока на поезде со всеми остановками. 4-6-8 дней. Катерина. 8, думаю. Это если тебя где-то на вокзале забудут. Нет, ладно. 4 дня. Это если ты будешь вперед поезда бежать. Катя. 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 6 дней, Катя. 2-2. Привет, страна. Это, наверное, мой последний видос. Почему на Камчатке многоэтажные дома строят на сваях? Из-за снегов, из-за того, что они могут разрушить здание легко. Варианты ответа. Чтобы не повредить запасы нефти, которые есть в земле, чтобы на первом этаже не мерзли ноги, и потому что на глубине уже 50 сантиметров начинается вечная мерзлота. Вечная мерзлота. Все, правильно. Снега там не боятся, но здания, если таким же способом, как здесь строят, они просто не устоят. Очень длинные сваи забиваются. На купюре какого номинала изображен мост на остров Русский и космодром Восточный. Две достопримечательности Дальнего Востока. Варианты ответов. 200 рублей, 2000 рублей и 5000 рублей. 2000. Попроси маму в следующий раз дать тебе на завтрак 2000 рублей, чтобы ты нормально могла рассмотреть. 4-2. Какими из стран граничит Россия на Дальнем Востоке? По суше. Китай, США. Китай, Корейская Народная Демократическая Республика. Япония, Китай. Корейская Народная Демократическая Республика. США. Она первая. Где пограничники друг друга видят? Китай и Япония. Китай и Япония. Не правильно? Давай ты нажми. Китай и... А что было третьим? Япония. Нажимай. Вот так вот. Со счетом 4-3 побеждает Россия, получает билеты в кино. Забирай. А Катя побеждает в нашем сегодняшнем шоу и выигрывает эту супер книгу. Это пилотная версия. Здесь вопросов экологии нету. Но формат и тон, в котором будет проходить это все, по-моему, предельно ясен. Здорово. Дети поселились, я был на презентации, дети трудно шли на контакт, но когда у нас появилось это шоу, они вспомнились сразу какие-то YouTube проекты свои, молодежные вещи, которые они смотрят в интернете. Это шоу ненасколько не отличается от того, что им привычно смотреть. Поэтому мы будем создавать подобный продукт, чтобы его было приятно посмотреть и детям, поделиться со своими друзьями, кентами. Сейчас, наверное, так не говорят, да? Со своими бро, со своими братиками, да? И повеселиться. Вот такой проект у нас будет получаться и будет он выходить каждый месяц. Каждый месяц, если все получится, он будет выходить. Я и вам, Галина, предлагаю поучаствовать в этом проекте, и зрителям предлагаю поучаствовать в этом проекте. Почему? Почему зрителям? Да потому что вопросы, как что, где, когда, да, принято. Если вопрос интересный, и вы его пришлете в редакцию, ну, нам можно присылать, найдя соцсети Росгидро, допустим, там будет аккумулироваться вся информация. То мы их, хорошие вопросы мы отметим, а за самые лучшие мы их, конечно, возьмем и отметим уже какими-нибудь подарками. Подарков у нас много для вас, так что в этом проекте, где вы можете сами придумать интересный вопрос для молодежи, можете принять кто угодно. Ваш вопрос прозвучит, мы автора обозначим, и все. И получит подарок, получит классный подарок за вопрос. Это же идеально. Попробуем, не знаю, возможно, это все теории, гипотезы, никто не будет присылать, но будет очень классно, если в эту работу включатся педагоги, просто какие-то неравнодушные к телевидению, к интернету люди, и этот проект будем делать совместно. Ты знаешь, мне кажется, он просто обречен на успех. А кто будет участвовать, да? Конечно. А кто будет участвовать, к тех школьники. Наша идея, что будут участвовать школьники где-то с 7 по 11 класс. Заявки можно будет направлять, писать в соцсети телеканала или писать в компанию Росгидро и прикладывать какой-нибудь пример вашего энергосбережения. То есть вы как-то, как вы просто не доливаете чай, да, в чайник, или, возможно, вы продаете и покупаете товары на интернет-площадках с объявлениями, а это тоже сильно, мы потом это расскажем, сберегает энергоресурсы. Как вы, расскажите, как вы сберегаете энергоресурсы, и вы станете участником этой программы. Здорово. В конце, который победитель получает, обалденный подарок. Он у нас готов, он такой подарок не стыдно подарить на телеканале, не стыдно показать, но проигравших тоже не будет, потому что проигравшие будут получать книгу, чтобы стать еще умней. Я тебя с всей души благодарю. Ты просто украсил это утро, сделал его веселым, добрым, бодрым. Я поздравляю тебя, твою семью с наступающим праздником. Спасибо, что был гостем нашей студии. Ждите программу «Просвет». Она будет просто нереально крутой, детской, молодежной, интересной и чуть-чуть познавательной. Не без этого. Спасибо, друзья. Мы с вами прощаемся с наступающим вас праздником и до новых встреч в эфире. Пока-пока.